Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики. Спасибо большое за то, что смотрите, комментируете и следите за событиями, всеми, что происходят вокруг российско-украинской войны, политики вместе с моим каналом. Дмитрий Раимов, мой собеседник сегодня, украинский политтехнолог. Здравствуйте, Дмитрий. Приветствую вас. Дмитрий, начать я не могу не с Херсона и направления. Понятно, что обсуждать военно-тактические вещи мы не можем. Киев просит тишины. Есть намеки, есть такие дозированные сообщения оттуда. Флаг над Снегиревкой. Увидели в соцсетях еще. Узнали о заходах в населенные пункты на юге. Но, пожалуй, все-таки это все военно-тактическая, очень туманная история. Мы держим кулаки за ВСУ, но следим за другими новостями вокруг этого. ДТП Стремоусова неожиданно разразилась в информационном пространстве Российской Федерации и породила просто неимоверную массу слухов. Чуть ли это не инсценировка, думают, в Украине. Ну и все дружно оплакивают зам председателя Херсонщины, так называемого. Как вы думаете, могли ли его убрать по-тихому? Или просто он бы очень сильно мешал, если бы планы конкретные покинуть Херсон реализовывались с его присутствием? Ну, знаете, наверное, мы не только не можем обсудить какую-то военно-тактическую сторону не только из-за того, что об этом просит военно-политическое руководство страны, сколько я не являюсь военным экспертом. Здесь мои размышления будут, наверное, на уровне человека, который чего-то немножко понимает и отслеживает в истории, может найти какие-то, вероятно, аналогии, примеры. Но оценить, что же там происходит на фронте, это все-таки люди, которые имеют погоны. И благо дело, социальные сети и война, когда все буквально онлайн, дает нам возможность услышать людей в прошлом погонах, сейчас в погонах, которые могут прокомментировать, что там происходит. Я же все-таки больше не по военной части. В том числе я не являюсь экспертом, наверное, к счастью, по ликвидации коллаборантов и что это может быть на самом деле. Скорее больше, я также, как и все, сейчас наблюдаю за новостями с Херсона и наблюдаю о том, что в истории ранней Российской империи, сейчас Российской Федерации, были случаи, когда они убирали своих же. То есть были моменты, я так понимаю, за все это время достаточно сильное партизанское движение украинского государства, но и не нужно исключать то, что российские спецслужбы также умеют убирать неугодных или тех, которые выполнили свою функцию и в дальнейшем больше в их услугах не нуждаются. Конечно, мы можем говорить о множестве примеров, которые произошли с 2014 года, но этот пример примечательным тем, что погиб в автокатастрофе или что-то с ним случилось в автокатастрофе. Но сразу же тогда вопрос, практически все предыдущие сообщения о ликвидации тех или иных функционеров, самоназванных функционеров, они шли с информацией о том, что был подрыв какого-то устройства, взрыв в машине, или как с бывшим депутатом, то есть там стрельба была дома и прочее, то здесь какая-то достаточно удивительная история с гибелью, возможной гибелью или гибелью в автокатастрофе. Можно ли верить сейчас этим сообщениям и новостям? Знаете, политический мир настолько интересен, что мы никогда не знаем на самом деле, погиб человек или не погиб человек. И даже когда перед нами будет могила, мы будем думать, есть он там или нет. Один из самых ярких примеров тому, это мифология вокруг смерти старшего сына Януковича, о том, что как будто бы он погиб на неком ралли поездки, машина провалилась под лед, если я не ошибаюсь, и до сих пор ходят разговоры о том, что это была все-таки инсцинуация, что он жив-здоров и где-то там здравствует далеко. Потому на самом деле, правда, где-то есть кто-то ее знает, насколько она сильно влияет на политическую жизнь сейчас. Скорее всего, она в какой-то еще раз степени будет влиять на то, как себя чувствуют коллаборанты на временно оккупированных территориях, потому что эти убийства, покушения и даже, возможно, инсценировка или действительно покушение наших партизан, и в итоге он, чтобы не показать, что его все-таки нашли и достали, сказали, что это ДТП различных конфигураций, она политически влияет на этих людей, которые решили предать Родину и перейти на сторону врага. Она сильно их демотивирует, что, конечно же, не может не радовать нас. Это определенно создает контекст для информационной кампании Украины на оккупированных территориях. Но здесь я бы скорее добавил бы еще, нет публичной такой коммуникации, такая, знаете, подниму проблему или чтобы они о ней было заговорили. Мы говорим о том, что могут сдаваться российские военные, что им будет обеспечено все, как положено по международным конвенциям. Но мы почему-то не говорим о том, что мы можем предложить какие-то условия коллаборантам, которые одумались и могут перейти на сторону Украины, сдав какие-то секреты России, сдав какие-то истории, да, отсидев, соответственно, за преступления, но, возможно, по несколько там срезанной статье, ну, перейти обратно, да, и тем самым помочь обороноспособности и армии. Возможно, такие вот сообщения про ДТП неожиданные, хотя все мы под миром ходим одним, все может быть, да, либо убийства, они должны также сопровождаться и каким-то предложением этим коллаборантам, что вы можете одуматься, да, вы понесете ответственность, возможно, некую менее там строгую, ежели мы вас там нашли самостоятельно, да, и привлекли к ответственности. Ну, плюс, если вы принесли какую-то пользу государству, да, принесли какие-то там военные секреты или что-то еще, то, соответственно, там еще меньше там наказаний и etc., etc. Ну, вот так вот. Да, Дмитрий, вы знаете, это очень хорошая идея и действительно логичная обратиться к этим коллаборантам, мол, давайте-ка на нашу сторону, ведь ГУР Минобороны, и об этом сегодня понятно, сегодня множество других таких ярких новостей, но сегодня вот одной строкой пробежало, что ФСБ задержали бывшего, ну, скажем так, военного в Крыму, который в 2014 году остался в Крыму, устроился в Черноморский флот, получил российский паспорт, вроде бы как, да, перешел на сторону России, а на самом деле сдавал секреты о Черноморском флоте и, возможно, причастен к обстрелу Севастопольской бухты. Это очень не публичная, но такая нужная работа, здесь с вами сложно не согласиться. Дмитрий, я хочу от смерти Стримаусова в информационном вот этом потоке сегодняшнего дня, бесспорно насыщенном, вот выделить совпадение. Вот мы, собственно, даже не сальдо будем обговаривать, что там метаданные, раньше записал позже, мы видим сообщение о ДТП Стримаусова и Захарову, которая говорит, в очередной раз повторяя, что Россия готова садиться за стол переговоров без предварительных условий, учитывая реалии сегодняшнего дня. Но реалии сегодняшнего дня сейчас в руках Украины. Как вы думаете, вот эти переговоры и постоянные вот эти заявления уже который день подряд российского МИД, российской стороны об этих переговорах, что означают на практике? Ну, из-за последних нескольких недель действительно очень много заявлений и событий, связанных с мирными переговорами. Очень любопытно заметить, что даже вот последнее обращение, если я не ошибаюсь, вчера или позавчера президента, оно не содержало в себе, и журналисты это заметили, оно не содержало в себе, кроме базовых высказываний по поводу того, что граница 91-го года и тому подобное, и тому подобное, все, что важно для украинского государства сейчас, не содержало, и это очень любопытно, требование, что переговоры будут вестись кроме президента России и Путина. То есть мы как точно, мы это уже наблюдаем, то есть мы понимаем, что происходит некий предваряющий переговоры процесс. Возможно, в украинском обществе это сейчас не популярно, и потому вы правильно заметили, оно как-то там не публично происходит и прочее, но есть некий предваряющий процесс. Он подтвержден уже помощником госсекретаря США, он подтвержден разными изданиями западными, которые со своих источников, а они как бы, ну, как и журналисты, как и они, они проверяют свои источники, и их задача также иметь уважение перед своими читателями, заявляют о том, что это переговорный процесс идет. Немаловажным остается заявление Китая и это очень важный момент, касающийся того, что все-таки ядерного удара не должно быть, и это будет катастрофой, если это произойдет в Европе. Соответственно, это создает некое поле, в котором уже идут эти разговоры. То есть, насколько это складывается пазл сейчас? Между США и Россией неофициальными каналами идут переговоры о возможных конструкциях мира. Очень любопытно то, как начали президенты и премьер-министры европейских стран тоже комментировать историю с миром. То есть, один президент в интервью из Данию ПИНК достаточно любопытный выбор был сделан. Заявление Макрона, заявление Шольца. Ну, достаточно любопытно. Этого стало намного больше. То есть, знаете, когда пузырьки поднимаются с шампанского или просто там, значит, когда бьет гейзер из-под земли, да, горячие источники, происходят вот эти вот пузырьки. Вот мы сейчас наблюдаем эти пузырьки и можем сказать, что что-то происходит под толщей воды. Какой из этих вариантов в итоге может произойти, мы на данный момент составить представление не можем. Мы можем поставить, вот если мы отбросим историю, что там русские только врут, только врут, да, а просто услышим, вот как они сейчас это говорят, то они говорят достаточно длительное время по поводу того, что они хотят мирных переговоров. Их представление мира. Понятное дело, они также будут для внутреннего потребителя говорить, что эти переговоры должны быть вот именно такими и никакими иначе. Но они об этом говорят достаточно давно. То есть, и вот данные этих западных разведок, которые часто цитируют украинские медиа, они подтверждают, что российская армия, там, 80% сухопутных войск сейчас забуксовала в Украине, отсутствие или заканчивающееся высокоточное вооружение, ну, и как бы, и внешний сигнал по поводу, что ядерного оружия использовать нельзя. Потому мы можем говорить о том, что Россия действительно хочет переговоров, чтобы остановить войну, и я как бы себе вижу, как получить некую передышку. Потому что, если эта война будет остановлена на формате вот этих границ, границ в кавычках, то есть зоны соприкосновения, то это будет постоянная точка напряжения. Для того, чтобы что-то произошло по-другому, мы могли говорить о восстановлении украинского государства в экономическом, политическом контексте, социальном, то мы можем изучить войны, допустим, между двумя Кореями, Корейскую войну, мы можем изучить войну, которая была во Вьетнаме, когда была по одной параллели между двумя, капиталистическим и коммунистическим Китаем и так далее, и понять, что это все может решиться только несколькими путями. Это первое, что мы можем говорить о том, что я так предваряю ответ на ваш вопрос по мирным договорам, вы, наверное, так коротко, а я так чуть даже разошелся, то мы можем говорить о том, либо это будет действительно освобождение украинской армии всех территорий, которые сейчас оккупированы, и это будет борьба продолжаться энное количество времени. Кто-то говорит годы, кто-то говорит год, разные прогнозы, экспертов, но это будет продолжаться, либо это будет какой-то формат, как это есть между Северной и Южной Кореей, там нет мирного договора, но там есть договоренность между военными, там подписаны документы между военными, и очень любопытно, что со стороны Южной Кореи было подписано со стороны США, то есть как бы южнокорейские политики относятся о прекращении этого всего, и такой сценарий тоже возможен, что, допустим, будут остановлены боевые действия, но формально не будет ни мира, просто какой-то перемирий, назовем, который может стать достаточно долгим, либо может быть какой-то сценарий, по которому между территорией Украины и России или по территории вот этого соприкосновения боевых действий зайдут миротворцы, пускай в КАСКИ ООН или кто-либо другой. Это сценарии, которые сейчас обсуждаются, и у каждого из них, конечно же, нет идеального формата, потому что первое полностью освобождение всех территорий сразу за собой тянет. Как априорную историю, потому что часть ядерных сил базируется в Крыму, и, соответственно, ну, то есть, вот вам риск, да, собственно, этой истории. А сценарий, по которому кто-то другой за нас что-то подпишет и договорится, может не принять украинское общество, да, аж так же, как и какой-то миротворческий контингент без освобождения украинских территорий, но все это пока что омрачено, ко всему прочему, и вот этими выборами в США, пока еще, ну, не видим на данный момент как записано это интервью финальных результатов, но мы видим заявления Трампа и его сторонников о том, что Украине нужно ограничить поставки вооружения, перестать помогать. Мы понимаем, что Украина стоит в преддверии большой гуманитарной катастрофы, которая может продлиться в виде там безосвета и воды, и это все очень сильно влияет на переговоры. Но как оно выкрутится, во что это в итоге выйдет, будет ли это поддержано, на этом я становлюсь, украинским обществом, или это будет принято президентом, а потом вынесено как на следующих президентских выборах или на референдуме, или на что-то еще. В такой вот ситуации очень сложно сказать. Какой Украина будет весной, когда все будут готовиться к новому наступлению, армия будет готовиться к весеннему наступлению, оккупант будет готовиться к наступлению, какая роль Беларуси здесь, будет ли оттуда идти удар, чтобы принудить нас к миру. Вот очень много исходных, которые имеют перед собой ситуацию именно военную, которую могут прокомментировать именно военные, но с политической точки зрения все, что делает сейчас Россия, это вот то, что происходило в Грузии, это принуждение к миру фактически. То есть, потому да, они хотят мира, но мира какого? Такого, как они себе его представляют. То есть, оккупация части территории Украины, сухопотный коридор с Россией в Крым, остановка боевых действий и фактически, как сказал генерал Залужный, это временная передышка для того, чтобы остановить эту войну, готовиться уже к следующей. Это его слова в интервью Times. Мне кажется, они самые значимые в этой всей истории. Все остальное это сценарий будущего, ну там, теперешнего, что бы могло произойти, а его слова это больше все-таки о том, как нам жить дальше и к чему быть готовым. Дмитрий, это все очень интересно, но возникает масса вопросов по ходу. Вопрос номер один. Херсон могут обменять на этот сухопутный коридор в Крым? Ну, не к украинскому, к украинскому как бы вопрос президенту или там украинским политикам, а в принципе о желании Кремля обменять Херсон на сухопутный коридор, если, ну, извините, город Запорожье по конституции Российской Федерации как бы в составе Российской Федерации. Знаете, это очень хороший вопрос. Мне бы хотелось сейчас находиться где-то в кабинете в далеком Вашингтоне, где обсуждаются возможно такие форматы или в кабинете нашего президента, где обсуждаются такие форматы. И, конечно же, если бы я там находился, я бы вам не смог ответить на этот вопрос, ссылаясь на секретность. Но наблюдая за теми движениями и заявлениями, которые делают разные стороны, задаешься вопросом все-таки, а что происходит с Херсоном? Потому что выводы, и вот на данный момент в новостях, готовясь к Вашему, я еще раз просмотрел вот эти новости про взрывы мостов, эти сообщения по поводу вывода военных. Очень странное поведение, если российские военные все-таки выйдут из Херсона, потому что рисков для них достаточно немало, да, то есть, начиная от информационного, о том, что это был город, который они показали, что они первым захватили, и, соответственно, он для них тоже является символом. Второе, это все-таки отступление, да, и за этим отступлением, скорее всего, последует фиксация линии соприкосновения аж до весны, да, то есть, это вот военные, так говорят, вот, ну и, конечно же, там, все последующие процессы, которые будут проходить с этим, кто виноват, почему сдали, бросили людей, вот же там эти все, это очень рисковая история, потому что, ну, как бы, политика не останавливается, и дискуссии никогда не останавливаются. Тут же, ты приходишь к вопросу, ну, а что ж тогда они так делают? Кто-то говорит, что они пытаются сохранить военных, ну, возможно, вы мне пропонируете, но я пока еще не увидел ни одного момента, когда бы Российская Федерация или Российская Империя сильно бы спасала и обеспечивала своих военных. Наоборот, они туда отправляли и могли бы сказать, что там город Херсон стаёт там городом-крепостью, условно говоря, и мы будем за него там, типа, держаться, значит, до последнего, и фактически они бы могли бы это делать, да, они бы сейчас запаковали бы этот город, прекрасный город, военными, с нарядами, автоматами, продовольствием, и каждый дом бы стал бы как Сталинград, крепостью, и да, поглядло бы там куча российских военных, но город бы превратился в нечто похожее на сейчас уничтоженный Мариупол, но они уходят. Политически никакого смысла нет. Если мы не допускаем один сценарий, что действительно где-то там высоко, если мы там заберём всю риторику публичную, ну там происходят какие-то разговоры, при которых намечивается какой-то план перемирия или возможного дальнейшего мира, то есть может быть случится перемирие, а через год случится мирная конференция, либо, как минимум, остановка боевых действий, да, то есть когда стороны уже просто не могут продолжать, тут же есть внешние факторы, внешние помощи, да, Украина очень зависима от этого. И если есть такие переговоры, и Херсон есть там элемент, который может стать для президента Зеленского и украинской власти символом освобождения, вот сейчас мы эту победу получили, а потом через какое-то время все остальные, то да, тогда мы складываем немного пазл и говорим о том, что Херсон это может стать методом политических договоренностей. Иначе непонятно, почему они себе, вот здесь вы правильно подметили, по поводу Запорожья, там уже можно дискутировать, почему там, как они там определили, какой район входит типа в российскую, ну вы поняли, да, то есть как они себе это видят, понятное дело, то, а как тогда отдавать типа свою территорию получается для них, вот видите, здесь тоже очень интересный момент, он политически очень сложен, потому что они втянули в себя, условно втянули, понятно, незаконно втянули, а теперь должны освободить, ну очень интересно, хотя они там, мы там показывают, да, что типа там отступали, а потом опять наступали, но это сложно объяснить политически, и следующие месяцы будут очень сложно дискутировать. Потому в моем представлении, пускай, как говорится, на ми хлопский розум, потому что я вижу в прессе заявления украинской стороны и иностранных, и кое-каким заявлением со стороны Российской Федерации складывается впечатление, вот такое складывается впечатление, что происходит переговорный процесс, либо предваряющий переговорный процесс, в котором, возможно, в котором, возможно, не будут присутствовать политики, а будут присутствовать военные. Ну, например, мы говорим о том, что корейский сценарий это пример достаточно любопытный, когда именно военные подписали перемирие, а не политики, которые, конечно же, там, каждый говорил, что все до победного конца. Зеленский навряд ли может себе такое позволить. Вы знаете, очень незавидная судьба президента, и в этом смысле он очень крепкий человек, но нужно понимать, что он всегда был, и в то время, когда я как бы был ближе к команде, и сейчас мне так это представляется, он всегда был человеколюбивым, то есть человек в центре всего. И если ничего не изменилось, можно предположить, что все-таки желание сохранить тысячи жизней, оно преобладает. Какая ситуация на самом деле, я думаю, что знает ближайшее окружение президента. Потому что одно интервью, второе, вот если вы даже понаблюдаете за президентом на интервью, вы увидите, насколько он уставший. Есть моменты, когда он выходит с кем-то на прогулку по городу, и по нему видно, что он там несколько вот духовотворен, он сейчас полон сил. А бывает интервью, когда ты смотришь, что перед тобой сидит очень уставший человек, то есть видно, что день был непростой. Я думаю, что любые политические решения, они всегда непростые. То есть если мы отдаем все исключительно военным, тогда это одна история. Но мы говорим о том, что есть военные, которые говорят, что необходима потребность в вооружении, еще что-то, еще что-то, количество военных и прочее. А есть ситуация, связанная с энергетикой, есть ситуация, связанная с экономикой, и том, что, знаете, надо, чтобы выжила страна, несмотря на боевые действия, надо, чтобы страна выжила. Это постоянный, тяжелый диалог. Публично он никогда не будет проявлен. Президент всегда публично будет говорить, что мы до победного конца. Но это говорили политики всех стран, в которых происходили войны. И это правильная публичная риторика. Но за этим всем всегда происходят тяжелые решения. Тяжелые решения, например, главнокомандующего залужного, отойти немного, затянув российские войска на территории Украины и дальше их разбивать. Тяжелое решение, как оказалось, не самое простое. Также и по вопросу президента, касающегося там, ну давайте, то, что лежит на поверхности, последнее заявление по возможной эвакуации Киева в случае, если будет гуманитарная катастрофа, 3 миллиона людей не фунт изюма. А инфраструктура страдает. И не факт, что мы выйдем на эту историю таким образом. Цена вопроса ядерного удара. Тоже президент должен принимать решение, когда это. Сейчас освобождать, выбаривать или все-таки отложить этот процесс на то время, когда украинская армия накопит сил больше. Очень тяжелое решение. И я предполагаю, что заседание Ставки главнокомандующего это постоянное место обсуждения, когда военные и политики находят между собой контакт, где они могут. Продолжение будет невозможным хотя бы в этом этапе, в этот временной период. И тут история нас учит, тут, знаете, все-таки не военные, а гуманитарные специалисты. История нас учит, что были боевые действия, которые останавливались, а потом продолжались через какое-то время, потом опять останавливались. И так страны потихоньку-потихоньку освобождали свою территорию. Я думаю, что мы освободим все. Вопрос просто времени и ресурсов, которые потребуются для этого. И важно, чтобы к тому моменту страна была, знаете, не истощена до последнего, когда просто уже, конечно, освободили все, но уничтожено абсолютно все. И, собственно, тогда вопрос, какая страна будет это восстанавливать. Тоже какой-то президент, я так понимаю, ищет баланс экономический, чтобы люди жили и могли там проживать и освобождать. Вот такой очень непростой, я предполагаю, выбор. Патрушев в Иране. Интересный визит, интересный с точки зрения нас, украинцев, потому что мы чуть ли не каждый день наша страна атакуется дронами-шахидами, еще там другими дронами. Есть анонсы, разные сообщения о том, что будут еще и ракеты земля-земля, но если посмотреть, попытаться комплексно на этот визит, его как-то рассмотреть с другой стороны, приходят там разные инсайды, что Путин там лично отправил Патрушева, потому что по каналам МИД это не то, нужен доверенный человек, чуть ли там не условный вице-президент, второй человек в иерархии Путина, который с глазу на глаз будет о чем-то договариваться. Это ведь не только про дроны и ракеты, как вы думаете? В одном из обращений к нации президент заявил очень правильно и предметно, что является вопросом обмена, это, конечно же, не миллионы долларов и не миллионы евро, это ядерная программа Ирана. И, вероятнее всего, поездка этого джентльмена на кавычках Патрушева имеет под собой исключительно, как вы правильно подметили, это очень высокий статус представительства, очень высокий статус переговоров и имеет под собой исключительно одну историю. Вы нам вооружение, мы вам помогаем с ядерной программой. Президент об этом говорил, когда обращался к государству Израиль, о том, чего вы ждете. Вы ждете, когда у вас у Ирана появится ядерное оружие и ваши ПВО уже никому не помогут, вы столкнетесь с проблемой намного серьезнее. Так вот, высокий уровень представительства это вопрос вооружения и вопрос цены за что. Ну, не за доллары это все, ну, реально не за доллары. По заявлениям Главного управления разведки, там в этих дронах достаточно много комплектующих из США и других стран, то есть у людей деньги есть, они смогли это построить. Что они хотят взамен? Ядерная программа, то есть консультанты, оборудование, технологии, все, что необходимо для того, чтобы Иран стал ядерной державой и если уже все так пошло, то, конечно, самое страшное это то, что Россия сейчас своими руками создает еще одно ядерное государство, а мы становимся еще на полушага ближе к всемирной ядерной войне, но только там, там, это еще такой один Ким Чен Ын, который будет кошмарить ближнее государство, а там, ну, кроме Израиля, там еще есть Саудовская Аравия, которая тоже, ребята, достаточно зубатая и могут дать тоже в ответ, и целый регион может сполыхнуть. Если вы помните, если вы помните, мы говорили когда-то очень давно про арабскую весну 2008 года, когда полыхнула по цел, да, то есть полыхнула вся Африка и Азия, большая часть, то мы можем получить такой же конфликт в Центральной Азии, только с применением ядерного вооружения, да, и то, что происходило в Сирии и в Ираке в свое время, покажется просто детской разминкой перед тем, что там может произойти. А вслед за этим почувствуют весь мир различные сценарии. Слишком все нагревается, понимаете, Александр, слишком все нагревается. Мы не говорим про Третью мировую войну для того, чтобы не накличать лихо, как говорится, но слишком все нагревается. Нагревается Европа, нагревается Тайвань, Китай, нагреваются сейчас конфликты между Ираном, Саудовской Аравией, как будто бы мир так потихонечку очень напоминает, как входит в Первую и Вторую мировую войну. Слишком перегревается. В какой-то момент нужно какого-то Франца Фердинанда в Сараево, когда просто уже подпаливаем ее. И оно дальше шарашит. Очень бы не хотелось бы, чтобы наше с вами поколение застало бы Третью мировую войну. Я вот, чтобы подытожить эту часть разговора, я бы хотел все-таки ваше мнение узнать. Просто одни говорят, что Украина, ну да, это больно, тяжело, это большие потери, это ужасный сценарий для Украины, который вот таким казался мифическим до 24 февраля, но все-таки он стал наяву, и мы вот живем уже, скоро десятый месяц будет, как в этой войне. Но одни говорят, что этот сценарий это для нас неплохо в контексте большой мировой войны, что быстро, быстро, быстро боевые действия свернутся здесь и перебросится фокус внимания на какие-то новые фронты или какие-то там новые очаги вот этого глобального противостояния. Поэтому это хорошо, что раньше у нас началось. Другие говорят, что извините, но здесь тогда будет выжженное поле. Вы какой когорте принадлежите? Наверное, у меня нет мнения по поводу мнений моих коллег, вероятно. Честно, я даже не размышлял оценить их. Но если так, знаете, как заметки на полях сказанного, понимаете, если сейчас полыхнет между Ираном, который заявил, что Саудовская Аравия финансирует протесты и вчерашнее заявление президента Тайваня о том, что военное вторжение может произойти в ближайшее время, если это сейчас все колыхнется, то украинский вопрос отойдет на задний план. Он останется актуальным для Европы, которая заявила, что последних 9 миллиардов помощи одну треть она нам сейчас не может поставить, потому что имеет свои финансовые проблемы. У Китая и у Соединенных Штатов Америки возникнет два ключевых эпицентра, на которые нужно реагировать, потому что они напрямую зависят на внутренний рынок и в том числе на политический имидж, потому что Тайвань, эта история намного более длинная, имеет продолжительность нежели Украина в вопросе поддержки и взаимодействия об этом, то вряд ли мы получим особую выгоду от того, что это началось раньше у нас. Не дай бог, если оно полыхнет где-то еще сейчас, это будет означать, что нам придется очень много прикладывать усилий, чтобы своими силами освобождать свои оккупированные территории и наносить России ущерб. Я более чем сейчас могу бы сказать убежден в том, что Россия заинтересована, чтобы что-то где-то еще полыхнуло и внимание от Украины отключилось, потому что Тайвань это не маленький остров, это компьютерное обеспечение, это микрочипы, это связано с все высокой технологией, очень много завязано именно на Тайване, а значит вся Европа и весь мир почувствуют, если там будет уничтожено или что-то в этом роде, а если мы говорим о ближневосточном регионе, то мы все четко почувствуем новый энергетический кризис топливный, уровень 98-го года, те, кто помнят, поймут о том, о чем идет речь, и ранее, которые были, потому, если я вас удовлетворил этим ответом, скорее, в любом случае нам не выгодна эта война на наших территориях, но мы сейчас должны молиться, как говорится, всем богам и кто кому молится, и всем святым, чтобы ничего больше пока не полыхнуло, потому что если где-то что-то полыхнет, возможно, финансирование будет еще менее доступно, меньше будет доступно вооружение, которое нам нужно сейчас для освобождения наших территорий. Наверное, такой ответ. Да, друзья, пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео, напишите в комментариях, как вы думаете, достаточно интересно почитать будет ваши комментарии на этот счет. Внутриукраинскую историю хотел бы с вами обсудить историю Зеленского и Коломойского. И вот этой национализации, хотя, ну, это некорректное, наверное, выражение, но для простоты понимания примерно большая половина, кто об этом рассуждает и говорит, называет именно это слово национализация активов. Минобороны теперь будет управлять, в Украинавте пришли вооруженные люди, СБУ, вот, там были сложности, о которых писал депутат Александр Дубинский, там, попасть на работу, вот, что-то вот происходит, ну, вроде бы, к вечеру как-то ситуация разрядилась, но тем не менее. Вот тоже дискуссионный вопрос. С одной стороны, в стране война, а мы берем и до конца военного положения забираем там определенные ключевые или полуключевые, но очень важные стратегические предприятия. Это с одной стороны. Но с другой стороны, мы же вроде бы как кандидат в Европейский Союз, и мы должны чтить право на собственность, ну, и, по крайней мере, ну, как-то, как-то обходиться с этим по-другому, даже в таких сложных условиях. Ну, и третий момент. Поговаривают, что это определенный договорняк. У Ахметова не тронули, потому что, собственно, Ахметов не так близок, а Коломойский, изобразив шок, спокойно позволил национализировать убытки. Что думаете о национализации вы? Я, знаете, во-первых, здесь очень ограничен на высказываниях, потому что некоторые из людей, которые причастны к компании Укрнавты, в некогда прошлом оставались и были моими клиентами, потому по договорам там еще есть ограничения, если не ошибаюсь, на несколько лет, что я не имею права комментировать какие-то вопросы, потому что владею какой-то дополнительной информацией, потому очень осторожно, я вас должен честно предупредить в этом, соответственно, и себя предупредить в том, что есть договора, которые я не имею права нарушать, но некоторые моменты я позволю себе отметить. Отмечу, в первую очередь, то, что я не заметил, чтобы это был договорняк. Слишком много последнее время происходило вокруг господина Коломойского, и это сложно было бы объяснить договорняком, потому что там есть обыски у него дома, и когда он был в гостиничном номере, если не ошибаюсь, на Западной Украине как раз, и вот это вот все, собственно, оно двигается одним чередом. Дальше мое мнение, конечно же, о том, собственно, стратегические предприятия, которые не необходимы работать на государство и на армию, окей, а что мешает сделать госзаказы? Окей, если речь идет об неуплатах налогов, об неоплате акцизов, где уголовные дела и судебный процесс, либо, ну, какой-то там процесс, который должен быть предусмотрен законом, потому что военное время военным временем, но есть закон, да, и, собственно, когда-то, если перефразировать Черчилля, за что тогда воюем, да, то есть за то, чтобы в государстве был закон, если мы говорим о Моторсичи, то, конечно же, мы тоже должны зафиксировать историю о том, что можно ставить контроль, чтобы не производилось или не продавалось что-то там стране-агрессору либо к перекупщикам для страны-агрессора, да, нужно исследовать процесс, были ли продажи уже после 24-го числа и прочее, да, то есть это дела уголовные, но почему бы просто не ввести госзаказы и соответствующий контроль, если это стратегические предприятия дополнительного надзора. Да, если вы не можете сейчас рассчитаться, ну, допустим, за топливо не можете рассчитаться либо за какое-то вооружение, но тогда кредитовать, условно говоря, да, и в долг у этого предприятия брать, и потом деньги вернете позже, да, либо там кредитованием, в общем, всегда вопрос договоренностей на рынке, потому что так бы предприятия смогли бы заработать, дать рабочие места, дать зарплаты, выплаты зарплаты и прочее, и прочее. Ну, у меня есть, конечно, определенные вопросы, что это, ну, это национализация или как это, какой правовой процесс этого всего, потому что у этого есть вопросы, и нужно понимать, что эти вопросы потом будут также возникать после победы и окончания войны. Мне это представляется сейчас как что-то не совсем ясное, может быть, у меня недостаточно информации, может быть, в публичном плане просто недостаточной информации, но сложно объяснить, да, то есть я теперь понимаю, у меня вопрос, так что теперь Укрнафта не будет поставлять топливо на сколько там, полторы тысячи своих заправок, то есть это теперь будет только для армии, а, ну, тогда давайте скажем, мы ждем какой, топливный кризис сейчас новый, или они будут поставлять, но и будут поставлять государству, а если будут поставлять и государству и на рынок, тогда зачем была национализация, или вот, ну, вот эта вот вся история, очень много вопросов, и, насколько я понимаю, Укрнафта не такое уже быточное предприятие, потому что там, там было, насколько я по новостям увидел, это и заправки, это и банковские счета, и оборотные средства, и все, там очень много, это не очень похоже на какую-то, знаете, договорную составляющую, когда ты, типа, отдал все только долги, да, там достаточно много денег зафиксировано, к тому, вот такое мое представление, я все-таки сторонник того, что если что-то нужно для государства и обороны, то с бизнесом можно договариваться, бизнес будет поставлять, и если вы боитесь, что там что-то происходит, да, такое, то есть служба безопасности Украина, которая должна, там, внешняя разведка и все остальное, и военная разведка должны контролировать, чтобы там это не поставлялось врагу, но бизнес должен работать, потому что это экономика и производство, и малый бизнес тоже имеет сейчас, средний бизнес имеет возможность поставлять в армию, там, вот начиная от формы, заканчивая какой-то амуницией, то есть получается, что если какой-нибудь, какая-нибудь компания шьет форму, она действительно нужна сейчас, военная форма, и там, мы там помогаем деньгами, чтобы военную форму зимнюю, да, закупить и поставить, то получается, можно прийти на предприятие, просто национализировать и сказать, теперь вы это будете делать просто для государства, вопрос тогда будущего, да, и экономического развития и прочее, ну, вы понимаете, о чем я, потому я сторонник такого рыночного инструмента, ну, возможно, я не понимаю чего-то, что там происходит на самом деле, и потому так жестко нужно забирать и немедленно, но насколько государство эффективный управленец, да, это раз, во-вторых, а как оно сложится, не получится ли, что когда будут обдавать обратно, там уже вынесут все, что можно, и в итоге не для государства, а те, которые, знаете, эффективные менеджеры, которые всегда управляли госпредприятиями и были эффективными только для себя, ну, вопросов много, искренне много. Дмитрий, сокращение в Кабмин, мой финальный вопрос нашей встречи, достаточно серьезно, вот покромсали, как вот на отмашь, ну, такое ощущение складывается, потому что там и министерство реструктуризировали, и количественно чиновников тоже проредили. Зачем? Во время войны? Сокращение затрат, тут я уже вам прокомментирую, как бывший советник главы Минздрава и Министерства здравоохранения, здесь, об этом все уже давно говорилось, о том, что нужно сокращать чиновничий аппарат, сокращать сотрудников и максимально диджитализировать, где это возможно, чтобы диджитализировать. Проблема в том, что замены человека компьютером, да, то есть, либо какой-то функции компьютером, где не нужно 10 человек, не произошло, потому что, ну, вот есть там институт госуправления, есть эти все процессы, не произошло, значит, на тех людей, которые останутся, упадет работы значительно больше, чем это было раньше. Видя, как работает государственный аппарат одного министерства и видя, как работает Кабмин, тогда, смотря из кафедры одного министерства, я вам скажу, что это будет коллапс буквально. То есть, я был, давайте так, я очень осторожен, что может это произойти. Я был очень готов, чтобы этого не произошло, но я понимаю человеческие ресурсы, что один человек работал, значит, это было одно министерство, а теперь на него упало три ведомства, допустим, да, или два ведомства. Был министр один, он занимался одним вопросом, а теперь он будет заниматься тремя вопросами разными, да, там, экология, еще чего-то. Это колоссально повлияет на эффективность. Ну, это для того, чтобы привести в пример такой, знаете, очень бытовой. У вас много проектов, вы пытаетесь по всем из них, у вас по каждому из проектов есть совещание, по каждому из совещаний, там, сейчас это, знаете, работа в чатах, вероятно, вы тоже это хорошо знаете, эти вот чаты на чаты. Я помню, в мою бытность у меня на телефоне что-то было, вроде какого-то 40 или 50 чатов с разных, по-разному направлениям. Это заместители, которые должны это все контролировать, на них это все расписывается, департаменты, директораты. И это все сейчас будет происходить в условиях войны, в условиях ограничения со светом, коммуникации и прочее. И, конечно же, эмоциональном состоянии этих людей, которые тоже, как бы, сейчас теряют работу, другие получают больше задач, и не знают, как с ними справиться, потому что с ними никогда не работали. Но вы просто представляете, как, я не знаю, два разных министерства, они теперь сливают в одно, и там будет происходить что-то. Такие процессы не происходят в один момент. Действительно, чиновничий аппарат достаточно большой, но их увольнение людей и сокращение, и срастание надо проходить постепенно, чтобы был этап слияния, чтобы происходил этап ликвидации, потому что ликвидируются какие-то госпредприятия, госагентства, а у них собственность, у них счета. Смотрите, чтобы сейчас там ничего не пропало за это все время, когда столько всего. Это весь процесс, когда специалистов, новый отбор, добор, новые вакансии, это же должны быть конкурсы на эти вакансии. То есть, чтобы это все происходило, это должно быть растянуто во времени. Так управляется вот эта государственная корпорация. Специалисты по госуправлению намного лучше могут об этом рассказать, нежели я, который на это посмотрел глазами советника. Но мне кажется, что, наверное, уже настолько ситуация сложна с финансами, что это нужно резко сделать сейчас, потому что вот рационально нет никакого обоснования делать это так резко, так быстро и так, возможно, неэффективно, как это может случиться. Потому что в задуме это классно. Меньше министерств, меньше людей, меньше денег. А по факту, как управлять этим всем процессом во время войны. И у меня вопрос по поводу людей, которые там работают. Это будут тысячи людей, тысячи семей, которые, да, получат какую-то там выплату по безработице, по потере работы, возможно, как говорится, какие-то выплаты. А как дальше? На рынке сейчас, по разным данным, до 30% безработицы. То, что фигурирует в прессе, я такую цифру возьму. А куда этих людей? А я лично знаю, потому что я работал с этими людьми, я знаю, что у них есть семьи, дети, а как их содержать? Каким вот образом? Понятное дело, сейчас никто не говорит о том, что они получат выплаты какие-то. Либо как минимум переобучение, допустим. Вот сейчас государство вас больше не требует в таком количестве. Те, кто попали под сокращение, имеют возможность пройти обучение в IT, в других секторах, какое-то образование бизнесовое, университетское, специализированное, перепрофилироваться. И тогда да. Но это же во время мирного времени. А куда сейчас этим людям делать? А это госсектор, там, простите, но это не олигархи работают. Извините, может быть, я сейчас менее экспертный, более по-человечески. Это обычные люди, такие, как мы с вами. У них нет миллионов долларов под подушкой у этих специалистов. Они не накопили миллионов до денег. И, как вы знаете, после 2020 года сбережения украинцев достаточно сильные поредели, потому что работой стало как бы все так произошло. Да. У меня, у меня, так знаете, внутри сердца кровью обливается, когда я понимаю, что это будет. Но, наверное, так это сейчас складывается. Я не поддерживаю такое экстренное, срочное. Наверное, все-таки это нужно было делать постепенно. Возможно, каждому министерству подойти постепенно, дать время, чтобы по итогам года было и сокращение затрат, но не терять эффективность для управления всем тем большим хозяйством государственным, которое сейчас во время войны требует и зоркого внимания, и внимания людей, особенно соцполитика, и все, что касается людей и касается бизнеса. Да, действительно. Ну и границы закрыты для мужчин, соответственно, мужчины, уволенные из министерства, ну, уехать не могут, разве что женщины. Это отдельная еще тема для разговора, потому что она имеет под собой дискуссионную составляющую. С одной стороны, действительно, это правильное решение, ну, потому что это вопрос государственного управления. С другой стороны, есть внутренняя безработица, которую можно было бы решить каким-то образом, разрешив миграцию трудовую, не просто эмиграцию, эмиграцию трудовую, с условиями там выплат, ну, и все равно это была бы экономика. Есть тема, связанная с моряками, да, она очень животрепещущая, потому что места украинских моряков занимают моряки с других стран, и потом попробуй восстановить эту всю отрасль. Есть вопросы в студенческих, виз и студенческое его обучение, и в том числе вопросы, касающиеся будущего науки, потому что и академической, и как будет восстанавливаться, где будут эти молодые специалисты, о которых всегда говорят, это очень дискуссионная история, и, к сожалению, она сейчас, как говорится, не находится в моменте обсуждения, ну, как самоцензурированная. Но нужно понимать, что безработица сейчас достаточно серьезная история, можем ли мы найти путь, при котором там работы могут компенсировать, не компенсировать эту тему работы. вопрос того, что сегодняшнее заявление замминистра обороны, госпожи Малера, о том, что не будет новых волн мобилизации, а значит, тогда вопрос потребности украинской армии, в каком количестве потребность мужчин, женщин, военных, что делать остальным, и я думаю, это долгая дискуссия. А если этот весь процесс, который сейчас происходит, война, не закончится там весной, да, потому что у нас сейчас, знаете, у нас горизонт планирования весна, да, типа будет тяжелая зима, а весной все изменится, как будто бы там вдруг сразу построятся новые электростанции, и все будет работать, да, то есть, а как мы потом будем, как мы будем восстанавливать, как мы будем продолжать учиться люди, ну, чтобы люди учились, это и медики, и другие специальности, да, как будет работа, восстановление, возможно, трудотряды, трудовые отряды, старшее поколение понимает, о чем речь, да, возможно, дать возможность там трудовой миграции для того, чтобы в страну приходили деньги по реказамы и прочее, и прочее, это все вопрос, в том числе он, ну, тут требует отдельного большого обсуждения, мне кажется, еще общественное мнение не сформировалось по этому вопросу, потому что оно очень поляризировано, и есть те, которые говорят, ни в коем случае не выпускать, есть те, которые говорят, да, это решение правильное, ну давайте какие-то вопросы обсуждать, что есть студенты, баряки, другие специальности, которые могут иметь какой-то там статус, выезда, в том числе и бизнес, да, которому нужны контакты, а с третьей стороны, получается, пока все закрыто, действуют колоссальные схемы выезда и вывоза, да, через эти поля, через реки и все остальное, и, соответственно, порождается огромнейшая коррупционная составляющая, в том числе и через официальные каналы, едут волонтерами, как журналисты показывали, да, в итоге это не про волонтерство, и волонтерское движение таким образом, как бы, получается, обесценивается, или еще что-то, то есть тема очень дискуссионная, вы знаете, в итоге, мы где-то, скорее всего, к весне-лету следующему придем к какому-то выводу и какому-то уже политическому решению, что уже прошло больше, чем год, возможно, полтора, и нужно принимать новые решения под новую ситуацию, да, хотя есть военные, я на этом остановлюсь, что есть военные, они говорят, что у них есть запрос по количеству, там, пополнения военных отрядов и всего остального, и, конечно же, это основная часть, но мы помним заявление, там, генштаба, который говорил о том, что нам больше, там, какого-то там новых волн не будет, да, можно студентов выпускать, мы, типа, их все равно не призываем, но зачем, ну, очень дискуссионная история. Я благодарен вам за эту беседу, Дмитрий Раимов был моим собеседником, спасибо, Дмитрий. Спасибо за приглашение, я рад, что наше интервью состоялось, мы сколько раз планировали, так не получалось, я рад, что оно состоялось. Да, друзья, поэтому я также очень рад, что ваш просмотр состоялся, несмотря на то, что сейчас несколько меняется как алгоритм YouTube, и у многих почему-то пропадают значки об уведомлениях, лучше, много смотрят без подписки, лучше подписаться и проверить, если вы уже подписаны, стоят ли уведомления о новых видео, ну и, конечно же, и это принципиально важно, нужно себя беречь, и в условиях периодических blackout, достаточно таких серьезных отключений, все-таки находить время для того, чтобы подумать. Мы здесь, с моими экспертами, предоставляем эту возможность, присоединяйтесь, увидимся обязательно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...